Вот мы сделали полировку нашего рукава, шестерни, все внутри каретка. Смотрим, видите, все плавно ходит, нигде ничего не цепляет. Все хорошо. Теперь смотрим далее. Челнок. Челнок, конечно, требует также большой доработки. Во-первых, его нужно хорошо зачистить и отполировать. Это самая основная часть в машинке, которая будет соприкасаться с ниткой и, соответственно, из-за этого зависит нормальная работа. Если где-то пропустим заусенницу или шероховатость даже, то при натяжении нити стопроцентный обрыв будет. И вот смотрим, челнок садится ну просто плотно, видите, очень плотно. Чуть-чуть шлифанем наждачкой мелкой и отполируем на полировочном. Откручиваем вот этот винт, снимаем пружинку. Вот так вот. Вот эти маленькие отверстия для нижней нитки, вот здесь вот два сверху и два вот эти вот. Мы возьмем нитку, намажем пастой и возьмем вот это все отполируем. И здесь также вот эти вот все заусеницы поснимать и все отполировать. Как полировать? Наждачку, надфиль, у меня алмазные надфили для полировки, вот чтобы входил сюда вот так вот. Беру вот так вот на надфиль, одеваю наждачку и и вот так вот это делается. И также вот эти вот краешки тоже алмазным надфилем, вот так вот. Алмазный надфиль хорош тем, что после обработки им можно даже и не полировать. Но у кого есть конечно полировочный, это неплохо сделать и на полировочном еще. Носик челнока, изнутри вот так вот обязательно. Для таких работ я взял вот эйвановский набор. Здесь алмазные наставочки хорошие. И вот, включаешь и вперед. Вот так вот. Ну вот, прекрасно. И вот так вот все проходим. Все чистим. Также здесь можно изнутри пройтись, для лучшего скольжения шпульки. Ну и наставку можно поменять. Здесь я сделал войлококусочек и как полировочка. Аккуратно вот здесь вот под носиком челнока, чтобы не зацепить носик. Аккуратно вот так вот. Можно, конечно, и вот так вот делать. Наждачки положили. И вот так вот. Только осторожно, плавненько. Пробуем. Сам еще не заходит. Туговато зажимает еще. Этого, конечно, быть не должно. Надо добиться так, чтобы ходил плавно. Ну, можно еще немножечко снять. И я пойду сейчас отполирую еще на полировочном. Ну, еще вот труднодоступное место. Это под носиком челнока. Туда на полировочном не подлезешь. И вот эту часть можно отполировать вот так вот. Оборачиваю челнок наждачкой и зажимаю в теса аккуратненько. Зажал. Теперь беру на полировочный, наношу пасту. Вот так вот. Взял полоску наждачки, оторвал и тряпочной стороной вот так вот. Паста нанеслась на нашу тряпку. Вот так вот. И теперь беру эту полоску и вот таким вот манером беру полирую изнутри носик челнока. Вот, я думаю, что все нормально. Все отполировал. Теперь будем пробовать ставить. Также нужно обязательно повернуть вот эта пружинка на прижим нижней нитки. Потому что здесь по краям заусеницы конкретные. Просто взять вот эти заусеницы, снять. Попробуйте ногтем и вы сразу определите, где у вас затирает заусеница. Мелочей здесь нету. Один раз халтурите, потом будете долго и нудно искать эту заусеницу. Вот так вот. Ставим. И закручиваем. Вот так вот. Здесь вот кончик хвостик, он чуть-чуть приподнятый. Его ставим вверх, чтобы сюда ниточка хорошо заходила. Возьмем шпульку. Здесь у нас леска. Заправляем. Ставим шпульку. И вот сюда вот под нашу. Раз. Защёлкнули. И вдеваем в отверстие. Здесь два отверстия. Это регулировка нитки. Если вам нужно потуже, вы поставите вот сюда в ближнюю к носику. Тогда эта нитка будет стоять ближе к пластине и будет прижим сильнее. А если вы дальше поставите, значит это будет послабее прижим нитки. Ну вот так вот где-то. Это чтобы всё время не подкручивать. Вот здесь можно немножечко отпустить прижим. Вот так вот. Шпулька движется в принципе хорошо, без рывков. Так. Теперь пробуем вставлять. Вот видите. Он раз сам и провалился. Да, вытаскивать конечно. Здесь проблема. Можно конечно попробовать вот так вот, магнитиком. Я думаю, так нормально, удобно будет. Раз. Вот и вытащили. Теперь посмотрим, как у нас вращается наш челнок. Ну в принципе видите, в принципе вращается неплохо. Все конечно будет зависеть от того, что у нас, когда мы все это соберем. Там оно все покажет. Ну вот мы сделали. Закрываем. В принципе, пока неплохо. Что будет дальше, посмотрим. Открываем. Вау.